В Карачаево-Черкесии состоялось открытие предвыборного штаба, члены общественной палаты и другие подвели итоги работы и обозначили задачи на осенний тур выборов. Год семьи отметили в детском саду «Солнышко» в Карачаевске, как приобщить детей к традициям, обычаям и культуре своей семьи, помнить и чтить их. Пушкинские дни на Северном Кавказе. Финал конкурса «Щтецов», возложение «Яркий концерт». Черкесский прошел ежегодный межрегиональный фестиваль от КПРФ. Скидка с каждой поездки. Платежная система «Мир» запустила акцию. Жители гостя Карачаева-Черкесии теперь смогут экономить на транспортных расходах. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза выступил с ежегодным посланием Народному собранию. Он рассказал об основных результатах деятельности за 2023 год и задачах органов власти всех уровней на текущий год и ближайшую перспективу. К другим темам. В Карачаевой-Черкесии прошел перезапуск общественного штаба по выборам. В новую команду вошли члены общественной палаты, эксперты, юристы, представители медиасферы и уполномоченного по правам человека в Карачаевой-Черкесии. В России этой осенью пройдет очередной тур региональных и муниципальных выборов, а также другие избирательные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов российских регионов. Жителям Карачаевой-Черкесии также предстоит в сентябре избрать депутатов Народного собрания. А еще в этом году истекает срок полномочий депутатов ряда советов и дум районов и сельских поселений республики. Следует отметить, что общественной палате Карачаевой-Черкесии также предстоит подготовить несколько сот общественных наблюдателей. Напомним, с 2018 года в регионе осуществлена подготовка более 2000 наблюдателей. Помимо задач, поставленных на ближайшие месяцы, на собрании обсудили и итоги совместной работы. Было отмечено, что на выборах президента России общественники сработали весьма слаженно и профессионально, за что и получили благодарности от председателя общественной палаты Елены Лешовой. Семья традициями сильна. В Карачаевске прошел отчетный концерт детского сада «Солнышко», посвященный Году семьи. Как приобщить детей к культуре своей семьи, помните и уважать семейные традиции, расскажет Майхамдохова. Год семьи – это прекрасный повод, чтобы уделить особое внимание развитию семейных ценностей. Культурное наследие семьи передается из поколения в поколение и сохраняется на века. Все это было отражено на празднике. Хорошо, когда семья большая! Папа, мама, братья, сестры, я! Поздравить детей и вручить им грамоты за активное участие в конкурсах фамильного герба присоединилась Эльвира Эдиева, начальник управления образования Карачаевского городского округа. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, тех, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра, счастья. На семьях держится наше общество. Яркое и трогательное выступление маленьких патриотов детского сада номер 8 восторгают не только зрители. Сами дети с гордостью и честью представляют историю своей семьи, показывают любовь к родине. Матушка земля, белая девяже, для меня святая Русь, для других зоножников. Демонстрация танцев с маками, разноцветными зонтами и необычными декорациями костюмов делает праздник не только торжественным, но и символичным. Период становления личности у детей начинается еще в детском саду, когда у них формируется рост психического, эмоционального и физического развития, рассказывают организаторы концерта. Мы хотели показать значимость семьи, то, что каждый ребенок должен гордиться своей семьей. И то, что он получает в семье, он все то хорошее будет передаваться последующему поколению. Важнее и ценнее, чем любовь и уважение своей семьи, может быть только ее история. Традиция просматривать семейные альбомы, напоминать детям о подвигах своих прадедов, прививает детям непобедимый боевой дух, делятся впечатлениями родители. Это все тоже, конечно, сближает, очень сильно сближает, потому что совместное обсуждение, совместное решение, подчеркивание главных задач семейного воспитания, это, конечно, очень помогает определить самое главное, что важно в воспитании подрастающего поколения. Семья и семейные ценности не могут существовать друг без друга. Такие важные качества, как доверие, уважение, честность и даже прощение, приводят к главному – к любви. Ведь именно семья и ее история помогают укрепить ту самую неповторимую любовь к родине. Майя Хамдохова, Алия Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошел межрегиональный фестиваль «Пушкинские дни» на Северном Кавказе, посвященный 225-летию со дня рождения солнца русской поэзии. Праздник организован по инициативе Карачаева-Черкесского отделения КПРФ. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, член президиума ЦК Казбек Тайсаев, а также ценители поэтического слога со всех регионов Северного Кавказа. Ахмат Калкечев продолжит. Межрегиональный фестиваль является продолжением большой серии мероприятий КПРФ, посвященных 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжественную часть гостей мероприятия предварили возложение цветов к памятникам. Основные мероприятия праздника развернулись на пешеходной части улицы Первомайская и в центральном сквере Республиканской столицы. Одним из главных событий фестиваля стал финал конкурса чтецов с говорящим названием «Пушкин в наших сердцах», в отборочных турах которого приняли в участие более 500 молодых чтецов. Стихи и проза Пушкина читались как на русском языке, так и на языках народов Северного Кавказа. Там озаре проглынут волны, на бред песчаный и пустой, и 30 видели прекрасных, чередой извод выходят ясных. От имени Геннадия Зюганова всех участников, призеров и победителей финальной части конкурса поприветствовал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин. Он обратил внимание на вневременную актуальность творчества Александра Сергеевича. Наследие Александра Сергеевича Пушкина, оно очень актуально. Оно не только имеет литературный, но и гражданский, патриотический характер. А это дух многонациональной страны. Мы благодарны и руководству республики, и вашим жителям за то, что сохраняется межнациональная дружба, для того, что развиваются культуры разных народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Ну а на Первомайском мини-Арбате расположились палатки партийных отделений КПРФ из всех регионов СКФО, а также подворья пяти субъект, образующих народов Карачаева-Черкесии, подворья, организованные усилиями республиканского Минкульта и администрациями муниципалитетов, ярко представляли традиции, обычаи, предметы быта, национальные блюда, а также произведения художественных и народных промыслов. Не зря говорят, что Пушкин – наше всё, и для любого жителя нашей страны, любой национальности, это, наверное, главный поэт, которого все мы изучали в детстве, чьи стихи мы любим с раннего возраста. И действительно, это объединяющий фактор, как русский язык является объединяющим для нас для всех, так и сам Александр Сергеевич и его творчество. Но и нам есть что показать, потому что творчество наших поэтов, культура наших народов, оно позволяет нам с гордостью вот так её показывать нашим гостям, что мы сегодня и делаем. После завершения конкурса для участников праздника был дан большой концерт, в котором выступили национальные творческие коллективы, представляющие разные народы. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Участник специальной военной операции с Карачаева, Черкесия, Миракао, стал победителем премии «Лидеры России. Признание» в номинации «Стань ролевой моделью, продвигай открытое лидерство». В ходе сбора заявок более 250 участников конкурса рассказали свои истории успеха, поделились достижениями, результатами работы. Наш земляк Миракао победил в номинации «Стань ролевой моделью, продвигай открытое лидерство». Победители номинации являются примером упорства и несгибаемой воли, выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, помогают восстанавливать экономику, социальную, хозяйственную инфраструктуру освобожденных российских регионов, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, оказывают гуманитарную помощь. Получив повестку во время мобилизации, Мир не испытал никаких сомнений, учитывая стержень, его характера и опыт срочной службы, который пригодился уже при выполнении боевых задач. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». В качестве старшего наводчика миномета Амир Акао участвовал в обороне нескольких населенных пунктов Херсонской области. 13 месяцев провел в зоне специальной военной операции и был удостоен государственной награды медаль Суворова. До конца сентября пассажиры общественного транспорта Карачаева-Черкесии могут получать скидку 5 рублей с каждой поездки. Главное условие – оплачивать проезд картой «Мир», загруженной в смартфон. Подробности у Артура Махце. В начале июня платежная система «Мир» запустила акцию, в рамках которой жители и гости Карачаева-Черкесии могут экономить на транспортных расходах, расплачиваясь за поездки картой «Мир» с телефона. Предложение продлится 4 месяца до 30 сентября 2024 года. Местные жители, а также гости республики могут ездить с выгодой в автобусах и троллейбусах, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы пользоваться в общественном транспорте скидкой, надо скачать приложение «Мир Пэй» на смартфон, работающий на базе Android. После его установки, следуя подсказкам на экране, необходимо загрузить в сервис данные национальной карты. Для оплаты проезда достаточно поднести мобильное устройство к терминалу. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки в 5 рублей. Чтобы поездка обошлась дешевле, предварительно добавьте вашу карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для национальных карт «Мир» приложение «Мир Пэй». После добавления карты вы можете с включенной NFC-функцией поднести ваш смартфон к терминалу и дождаться прохождения оплаты. В акции участвуют все карты «Мир», в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении «Банка». По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется. Я скачал приложение «Мир Пэй». Очень удобно, проезд дешевле намного, на 5 рублей дешевле. Очень удобно, пользуюсь каждый день. Все оплачено. Для оплаты поднесите телефон к терминалу на пару секунд и дождитесь подтверждения платежа. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки. Удостовериться, что проезд прошел дешевле, можно в приложении своего банка, пуш или смс-уведомлении от него. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечни маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платежной системы. Артур Мухца, Виктория Карпенко, Бести, Карачаево, Черкесия. Команда «Курорта Архыс» получила награду в 4-м российском туристическом форуме «Путешествуй» в номинации «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде». Победа была определена народным голосованием и награда была вручена благодаря организации и совместной работе лидеров индустрии фонда «Росконгресс», выставке форума России и проекта «Горы России». Номинацию «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде» вручается тем участникам, на стенда которых гости форума получили самую развернутую подробную информацию, подкрепленную наглядными и красочными иллюстрациями. Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире Петербургский международный экономический форум завершился. Его посетило рекордное количество участников. Делегацию из нашей республики возглавил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Вошла в ее состав руководитель Центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии Диана Хубиева. По приезде с ней встретилась Альбина Ламкова. Наш выпуск завершен, и я с вами прощаюсь.